Затопило здесь целое море возле дома. ЧП произошло в три часа ночи. В центре Петропавловска прорвало водопровод, который недавно сдали в эксплуатацию. Житель города Тулеген Елюбаев рассказывает, подтопило двор, под водой оказалась мебель и заготовленная на зиму мясо. Я не могу снимать телефон. Я не могу снимать. Я не могу снимать. Я не могу снимать. Михаил Кошелев тоже подсчитывает убытки. Вода зашла во двор, затопив подвал, в котором хранились запасы на зиму. Мы засыпали 15 мешков на зиму. Ну, сколько вот съели там. Ну, осталось. А теперь она же до весны не вытерпит. Пропала. Это, считай, мы теперь посадить нам нечего. Есть-то, может быть, еще так мы ее тут будем есть. А на посадку уже. Да и, может быть, она и день, два, три загниет. По словам коммунальщиков, водопровод новый. Его подключили около месяца назад. На его укладку выделили 590 миллионов тенге. Трубопровод был положен на... Два года мы его строили. Это по программе Нурлужол. Буквально вот в декабре месяце мы его сдали. Сейчас я причину повреждений не могу сказать. Авария оставила без питьевой воды 15 многоэтажных домов, детский сад, областной культурный центр, одну среднюю школу и кукольный театр. Нургуль Алина, Азаман Жанкатов, Азатык ТВ.